Всем прекрасного дня, обычного ноябрьского дня. Привет из Швейцарии, добро пожаловать на канал моей мамы Натальи. Сейчас я нахожусь в нашей деревне Райхенбург. Сегодня обычный ноябрьский день, очень холодный, ветреный. Прям практически невозможно находиться на прогулке, тем не менее. Сегодня я вышла подышать воздухом и нахожусь у нас здесь, возле этого маленького озера. Название я его точно не знаю. Думаю, скорее всего, озеро деревни Райхенбург, вот так вот можно сказать. Летом здесь купаются люди, желающие, конечно. Есть там маленький спуск в двух местах. А вообще здесь забитый пикничок делают и загорают люди. В общем, озеро такое диковатое, я поняла, что оно для плавания. Тем не менее, вода очищается за весну и летом здесь классно можно проводить время. Я смотрю, а как раз сегодня выпустили здесь коров в этой стороне. Или телят, это кто-то попастись на лужайку. И я, пользуясь случаем, прогуливаясь, проходя мимо, решила поснимать нашу, опять-таки, красивую швейцарскую природу и животных. Да, сильнейший ветер. Я надеюсь, меня слышно. Я стараюсь говорить по-конче. Ветер чуть ли не ураган. Очень холодно. В горах у нас уже снег. Здесь у нас пониже горы. В Краукютене, в Кантоне, мы в Кантоне, Швейцаре, в Краукютене, там, конечно, пальпа, кушать снег по коленам в некоторых местах. И там было штурмовое предупреждение. Опасно. Дороги уже, конечно, перекрыли. Для тех, кто, допустим, на мотоцикле любит кататься. И некоторые даже трассы на легковых машинах не проедешь. Вот так. Только в объезд, там, через туннели, понятно. Не через пас. Это у нас так называется. Не через сами горы. Проезд через горы называется пас. Здесь, в Швейцарии. Очень много пасы закрыты. В общем, эти дороги через горы, они перекрыты. Вот такое коротенькое, маленькое видео от меня сегодня. Вот, это я уже вышла сюда, ближе к центру деревни. Там выходит проезжая часть. И вот как раз влево, в центр, идет нашей деревни. Да, озеро сильно ветрено, сильно холодно. Ветер прям такой чуть ли не ураганный. Сейчас пройдусь. Там еще поснимаю в деревне чуть-чуть. Может, будет что интересное. Хотя, насколько вы успели заметить, на улице никого. Тишина. И только ветер гудит. Ну, мы рады, что хотя бы нет дождя. И более-менее светло на улице. Было потемнее прошлые дни. В принципе, что нормально ноябрь. Тем не менее, краски еще есть в горах. И, как обычно, у нас зеленая трава на лужайках и на полях. Это придает такое легенькое настроение в ноябре. Несмотря на пасмурную и дождливую иногда погоду. Вот у нас чуть ли не самая главная такая проезжая часть у нас в деревне. Дорога, которая как раз в эту сторону, где я снимаю, вот туда выезд. Прямо по прямой в соседнюю деревню. А поворачивать направо на автобан, автотрасса. Стараюсь, насколько это получается, не снимать машины, номера машин. Хотя движение такое неприличное почему-то. Людей нет. А вот машины с людьми есть. Вот этот ресторан еще работает, еще открыт. А вот этот Хиршин, вот. Он уже два года закрыт. Причину мы не знаем. Я предполагаю, что во время пандемии не удалось им удержаться на плаву. Хороший был ресторан. Там всегда классное итальянское мороженое продавалось. Прям была вывеска. Вот здесь, вот здесь, что самое вкусное мороженое в деревне. И, увы, он закрылся. Пустое здание, никого там нет. И пока, скорее всего, не предвидится, чтобы кто-то это выкупил и вернул к жизни. Вот так. Вот он, этот ресторанчик вот здесь был. Вот по этой дороге, да? По прямой. Через там минут пять уже центр нашей деревни, можно так сказать. Там и почта, там и дроггери. И я как-то снимала. И магазины. Заканчиваю свою съёмку. Сегодня она на вот этом вот как сад, что ли. На маленьком участке сада возле капелли. Как церковь, но не церковь. Вот здесь. Желаю всем хорошего настроения, хорошего ноября. Берегите себя, берегите своих близких. Хорошей вам погоды, здоровья и удачи во всём. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова